МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Главными событиями этого дня вас познакомлю я, Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. В последние две недели всплеск. Удовлетворить спрос на прививки. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать на территории Орловской области все выходные. Сейчас и силы мы бросили на Сквербуртьево. Когда закончат Октябрьскую? Андрей Клычков проинспектировал работы по ремонту дорог в Орле. Подрядчики объяснились губернаторам. Вакцинация для галочки. В России возбуждены первые уголовные дела на предъявителей фальшивых справок о вакцинации COVID-19, тестов ПЦР и тестов на антитела. Люблю сам Орел. У меня много работ по этому городу. Красоты Карелии и Орловский спис. Сразу несколько выставок обновили экспозицию в областном выставочном центре. Мобильные пункты вакцинации ждут орловчан на выходных. В субботу ФАП приедет на улицу Тургенева к торговому центру Тургеневский, а также на улицу Михалицына. Прививку можно сделать в мобильном пункте Улинии. В воскресенье сделать прививку можно будет на улице Привокзальной у ДК Железнодорожников и на Комсомольской в районе кинотеатра «Современник». В Орловской области работает 38 прививочных пунктов в 28 медицинских организациях. Среди них и поликлиника городской больницы имени Боткина. Наталья Пехтерева побывала там сегодня. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 124 тысяч жителей нашего региона. Завершили вакцинацию почти 84 тысячи. Темпы вакцинации набирают обороты по всей области. В поликлинике городской больницы имени Боткина это тоже ощущается. Последние две недели всплеск, даже не месяц, именно две недели колоссальные. Мы где-то за это время привили, ну, больше, около трех тысяч. В день сколько прививаете? По прививочному кабинету проходит в среднем 130-150 первого компонента. Плюс у нас ежедневные выезды в организации мобильной бригады к торговым центрам. В пятницу утром на прививку сюда пришли представители двух коллективов, а также орловчане, записавшиеся самостоятельно. На данный момент уже антитела у нас маленькие, поэтому решили руководиться, тем более появилась возможность сделать это всей семьей, как бы организованно, централизованно, поэтому решили приехать и сделать. У меня мама работает в ковидном отделении, вот как бы и очень большое количество сказало умирать начало опять. Поэтому решили у нас маленький ребенок, 4 месяца тоже привиться. Чтобы не болеть саму, не заражать окружающих. За весь период прививочной кампании в «Орел» привезли 145 318 доз вакцин против коронавируса. Большая партия пришла в регион несколько дней назад. Предприятие сейчас работает без выходных. В субботу и воскресенье ненормированный день. Организована сменная работа. Но задачи поставлены, задачи нужно выполнять. И наши сотрудники со своей стороны прикладывают все усилия, чтобы вакцинация шла, работала. В начале следующей недели в Орловский регион поступит еще около 9 тысяч доз и пивак короны. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в области. Говорили там и о заболеваемости. Она выросла в 19 районах. В Орловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 95 случаев коронавируса. Регион вернулся к февральским показателям заболеваемости. На базе Плещеевской ЦРБ дополнительно развернуты 70 коек для ковид-пациентов. Сегодня мы должны сосредоточить на иммунизации населения, создать все необходимые условия для того, чтобы любой житель Орловской области, который хочет получить прививку, имел возможность это сделать. Сегодня для вакцинации населения в регионе развернуты 38 прививочных пунктов и более 30 мобильных бригад. Поставить прививку можно и в ТМК «Грин». В планах властей открыть функции вакцинации в здании МФЦ и на автовокзале. Наталья Пехтерева, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной». В ходе традиционного онлайн-брифинга, исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Владимир Николаев, ответил на вопросы, связанные с эпид-обстановкой в регионе. Среди них прозвучал вопрос о возможной вакцинации несовершеннолетних. На сегодняшнее время в Орловской области дети, то есть люди от 0 до 18 лет не вакцинируются. Вакцинируются от 18 лет и старше. Если будут какие-то дополнительные разъяснения, поручения со стороны Федерального центра Министерства здравоохранения, естественно, будем организовать соответствующую работу. В настоящее время дети не вакцинируются. Андрей Клычков проинспектировал ход дорожного строительства в Орле. Среди объектов Октябрьское, Болховское шоссе, Паровозное и Маслозаводской переулок. Наталья Пехтерева расскажет о реакции губернатора на увиденное. Сроки поджимают. По контракту Октябрьская должна быть сдана до конца месяца. Вроде бы время еще есть и можно успеть, если, конечно, подрядчик приложит максимум усилий и решит все свои проблемы. Однако орловчане уже начали сомневаться, что такое возможно. Такой подход к ремонту дорог понять трудно. После того, как подрядчики сняли асфальт, пешеходам приходится лавировать по разбитым тротуарам. Хорошо, что погода стоит сухая. Говорят прохожие, иначе потоп и грязь были бы неизбежны. Я живу на магазине «Орел» и хожу каждый день пешком на протяжении уже трех месяцев. И замечаю, что работает одна бригада на одной стороне и буквально полдня. То есть за такой промежуток времени, я думаю, что это нереально сделать. И на самом деле очень некомфортно каждый день ходить по этой грязи. Сейчас, слава богу, сухо, но весной это было невозможно. Пришлось обходить вокруг практически через другую улицу. Понятно, что разбитый асфальт заменит новым покрытием. Но вот когда это случится? Сегодня готовность октябрьской 70%. Ускоримся, усилимся, попытаемся успеть. Оптимизма в этой ситуации, кажется, не теряют только представители подрядчика. Мы решили свои проблемы с поставкой материалов. Мы решили финансовые свои вопросы. И со вчерашнего дня у нас снова люди на объектах. И полным ходом кипит работа. Когда обещаете закончить, у вас осталось всего-то ничего? Значит, мы планируем все-таки успеть в срок. Думаю, что у нас есть для этого все возможности. Сегодня представителям Воронежской компании пришлось объяснять причины отставания от графика в губернатору. Глава области проинспектировал ряд объектов. Октябрьская была в их числе. Сейчас все силы мы бросили на сквер Гуртьево. Мы хотим постараться ко дню города полностью закончить тротуары от Игнатова до Пионерской. И, значит, уложить верхние слои асфальта. У нас срок выполнения работы 31.07. Да, есть такое. Поэтому мне, вот знаете, давайте мы сходим не из дня города, а из срока выполнения контракта. Ну, мы максимально стараемся успеть. Нет, вы не максимально будете стараться успеть. Вы должны выполнить восстановленные сроки. Это в первую очередь. Все остальное, взаимоотношения с вашими субподрядчиками, это ваше взаимоотношение. Точно не наше. И город за это не должен отвечать никоим образом. Мы с вами в силу погоды, в условиях, определенные издержки имели. Это объективное обстоятельство. Но сейчас, мне кажется, вполне себе достойная погода для того, чтобы выполнять все работы в срок. Если вам не хватает чего-то, усиливайте рабочими. Усиливайте сроки выполнения. Потому что жители не должны страдать. Ремонт идет и на Болховском шоссе. Тут ситуация более оптимистичная. Гарантийный срок на дорожное покрытие на Болховском шоссе 7 лет. В Орле такое впервые. Раньше гарантия на объекты нацпроекта, безопасные и качественные дороги, была на два года меньше. В общей сложности в этом сезоне подрядчики приведут в порядок в Орле 10 улиц общей протяженностью 16,5 километров. Помимо дорожных объектов, глава региона оценил темпы строительства детского сада на улице Кузнецова. Этот объект готов на 75%. Сегодня там ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Наталья Пехтерев, Андрей Погосян, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. 193 предприятия Орловской области за 6 месяцев 2021 года получили прибыль почти 14 миллиардов рублей. Правда, есть в регионе компании, сработавшие в минус. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Анастасии Гришиной. Настя, привет. Кого же в нашем регионе больше, показавших прибыль или терпящих убытки? Олег, привет. 81 предприятие закончило полугодие с убытками. Их суммарные потери порядка 847 миллионов рублей. Если посмотреть на общий финансовый результат, это прибыль минус убыток, показанный компаниями из этого списка, составил почти 13 миллиардов рублей. Это в два раза выше показателей прошлого года. Всего же доля убыточных предприятий в регионе составила почти 34%. Размер просроченной кредиторской задолженности всех орловских организаций и предприятий на конец апреля 2021 года составил более 3,5 миллиардов рублей. Отрасль общественного питания региона медленно, но верно преодолевает последствия кризиса. Только за пять месяцев 2021 года оборот денег в этой сфере составил порядка 1 миллиарда и 800 миллионов рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Положительные цифры впервые зафиксированы им за пандемийную пору. В прошлом году падение оборотов ресторанов, кафе и других заведений общественного питания составило 23%. Похожая ситуация была и в начале 2021 года. При этом было открыто 46 новых заведений, а закрыто 59 объектов. Орловчане стали больше кредитоваться. За пять месяцев объем выданных населению кредита составил 86 миллиардов рублей. По информации Орловского отделения Банка России, чуть менее половины этих денег ипотечные займы. Всего за год объем кредитования увеличился на 12,5 миллиардов рублей. И хорошие новости для тех, кто решил взять кредит в банке. С июля этого года Банк России меняет требования к банкам по выдаче кредитов. Теперь на отбавке к коэффициентам риска будут применяться на том же уровне, что до пандемии. Это позволит снизить кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, отмечают в региональном отделении Центробанка. Увеличивается в Орловской области число самозанятых. Только во втором квартале этого года в инспекцию ФНС по городу Орлу поступило 1360 заявок на постановку на учет в качестве самозанятого. В первом квартале стали самозанятыми 1350 жителей региона. По информации ведомства, более 90% налогоплательщиков, подавших документы, успешно прошли регистрацию и теперь официально признаны самозанятыми. Об этом сообщают в городском и ФНС. По состоянию на 31 марта в Орловской области было зарегистрировано 5188 самозанятых гражданина. Из них 4732 – это физические лица и 456 – индивидуальные предприниматели, перешедшие на новый налоговый режим. На этом у меня все. Спасибо. Это была Анастасия Гришина с новостями экономики. А мы продолжаем. В России возбуждены первые уголовные дела на предъявителей фальшивых справок о вакцинации COVID-19, тестов ПЦР и тестов на антитела. В региональном ОМВД предостерегли Орловча. Не стоит пытаться получить заветные документы в обход врачебных кабинетов. Пользы не будет ни здоровью, ни кошельку, ни репутации. За изготовление и сбыт фальшивых справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подделка официального документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей в целях его использования или сбыт такого документа. Кроме этого, за использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации, оригинальных, без прохождения самой вакцинации или поддельных, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих услуги по получению медицинских документов в обход официальных процедур, сообщите об этом в полицию по телефону 02 с мобильного 102. В Орле создадут консорциум вузов. Соглашение о его создании губернатор Андрей Клочков с руководителями высших учебных заведений региона подписали сегодня. Вузы будут участвовать в конкурсном отборе на получение грантов в рамках программы «Приоритет 2030». Уже начиная с 2021 года не менее 100 учебных заведений в субъектах Российской Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей на обновление учебно-лабораторной базы и программы обучения. Договорились сегодня начать большой путь по созданию условий по включению в программу Министерства науки и высшего образования «Приоритет 2030». И для нас это большая работа, которая определяет взаимное сотрудничество, работу, проработку всех вопросов в части подготовки на документацию, заявки, на самое главное создание условий по повышению возможностей нашего высшего образования. Мы, как и договорились, на базе Орловского государственного университета имени Тургенева создаем консорциум, который будет участвовать во всех конкурсных отборах, ну а, соответственно, в дальнейшем разрабатывать методики и механизмы взаимного сотрудничества и развития нашего высшего образования. Партнер программы «Главные новости» – Брянский мясокомбинат. Выпускникам Среднерусского института управления филиала «Ранхикс» вручили дипломы. С успешным окончанием вуза теперь уже бывших студентов поздравили губернатор Андрей Клычков и директор Среднерусского института управления Павел Меркулов. Документы о высшем образовании в стенах вуза получили будущие управленцы, экономисты, юристы и IT-специалисты. Сразу несколько выставок обновили экспозицию в областном выставочном центре. В его стенах раскинулись красоты Карелии и расположился уникальный Орловский спис. Юбилейная выставка Александры Сокольской соседствует с этнографической выставкой Зои Воропаевой. Анастасия Гришина расскажет подробнее про каждую из них. Кижи, Карелия, Орел объединила эти совсем разные места на своих холстах орловская художница молдавского происхождения Александра Сокольская. Именно ее работы с этой недели экспонируют в областном выставочном центре. Выставка «Мой остров» приурочена к юбилею известной художницы. Представленные работы по крупицам собирались не один год. Тематика подбиралась этой выставке под народное творчество. Здесь собраны не все работы по моим поездкам на остров Кижи. Я четыре раза ездила по несколько дней. Мы там жили. У нас пленар там был. Очень люблю сам Орел. У меня много работ по этому городу. Александра Сокольская – член Союза художников России и график. Немало в этот раз представила она рисунков в карандашной технике. Хотя больше работает в технике многослойной акварели. Среди выставленных на показ работ есть те, что написаны в известных каждому орловчанину местах. «В Орле, в детском парке, там паслась одна лошадь. Я их сделала две. Было солнечное утро. И сейчас эта зелень на заднем плане вырублена. Это противоположный берег Орлика. А тогда это была такая зеленая стена, темная, красивая. Ну и вот паслись лошади, олежки. Очень-очень красивый берег был». Соседствует с юбилейной выставкой «Этническая экспозиция». Ее автора Зою Воропаеву знают не только как владелицу обширной коллекции предметов старины, но и как потомственную вышивальщицу. О своих экспонатах рассказывать она может часами. «Выставка коллекционных изделий. Это этнографические. Это рушники, скатерти, подзоры, половики, дорожки, ковры конца 19-го, начало и середины 20-го века». Ее любовь к материальной культуре наших предков зародилась очень давно. Побывав в экспедициях и пообщавшись с старушками-вышивальщицами, прониклась и стала большой поклонницей техники, которая называется «Орловский спис». «География представленных полотенец не ограничивается исключительно Орловской области. Например, здесь представлены экспонаты из республики Карелия, а также, помимо всего прочего, и из Полтавской области Украины». Познакомиться ближе с этническими мотивами посетители смогут до 1 августа, а с красотами Карелии и Орла – до 25 июля. Анастасия Гришина, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной». Орловская область засветилась в путеводителе «Неисследованная Россия». 85 мест, которые надо посетить. Его автор – Национальное агентство финансовых исследований. Одним из таких мест, по мнению его аналитиков, стала богатырская застава в поселке Знаменком. Сергей Прошкин решил последовать совету путеводителей и расскажет, стоило оно того или нет. В поселке Знаменка Орловского района проживает чуть более 10 тысяч человек. Возможно, далеко не все из них знают, что на самой границе поселка находится одно из самых недооцененных мест притяжения туристов в регион – Знаменская богатырская застава. Здесь русский дух. Гостей встречают согласно славянским обычаям – с хлебом и солью. Не возбраняется при этом, правда, пользоваться современными технологиями. Но в остальном – все согласно духу тех самых древних времен. Те люди, которые к нам приезжают, мы с ними очень дружим. Они нас любят, и мы их любим. И те люди, которые к нам детишки приезжают, многие приезжают чудо. Я удивляюсь, из Брянска, или с Курска, или с Железногорска. Гостям предлагают прочувствовать самые разные элементы жизни древних воинов. Ну а богатыри тут самые настоящие и охотно делятся подробностями своего мира ощущения. Ее нужно поднять и потом сесть. Условия бывают абсолютно разные. Страшная жара, очень лютый холод. И когда стоишь в железе, в доспехе, это в первую очередь борьба самим с собой. Ты должен это все перетерпеть, чтобы показать людям, что ты делаешь, для чего ты это все делаешь. Чаще всего сюда едут из районов Орловщины. Реже из других регионов, рассказывает воевода. В ковидную эпоху гостей и вовсе немного, но и те, кто приходят, остаются довольны. Мы собрали детей на экскурсию, мы сами искрали. И дабы показать им историю, исторические моменты, мне кажется, лучше места в Орловской области, чем в Знаминской заставе, мы не найдем. По версии аналитиков Национального агентства финансовых исследований, это место – одно из самых популярных туристических достопримечательностей нашего региона. Весьма сомнительное утверждение, учитывая отсутствие в списках, например, музея-заповедника Спасская-Лутовинова или парка Орловская полесья. Сергей Прошкин, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Вкусные сосиски для завтрака или для пикника. Вкусная колбаса для бутерброда или для праздника? Выбирайте сами. Брянский мясокомбинат. Всегда вкусно. Филиал Россети Центра Орел Энерго приглашает на работу по специальностям инженер-смерщик, инженер-проектировщик, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер по эксплуатации распредсетей, водитель автомобиля, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, расширенный социальный пакет, телефон 543457. Вы смотрите прогноз погоды на Первом областном. Обо всем расскажу я, Катерина Ясная. Здравствуйте. День Николы Теслы отмечается ежегодно 10 июля, в день рождения всемирно известного физика, инженера, изобретателя в области радиомеханики и электротехники. Несмотря на многочисленные заявки научных сообществ, пока этот праздник не имеет официального статуса. Но повод отметить есть. Теперь о прогнозе в нашей области. Суббота продолжит июльскую традицию этого года. Жара неминуема. В Амцентском переменная облачность, без осадков, днем воздух прогреется до плюс 30, ночью плюс 24. В Ливнах переменной облачности, дождей не ожидается, температура воздуха днем плюс 31 и плюс 25 ночью. Солнечное в Болхове, редкие облака, без осадков, 30 градусов тепла днем, температура воздуха ночью плюс 24. Перемену облачности в Орле, дождей не ожидается, 30 градусов днем, ночью 24 выше нуля. Направление ветра северо-восточное со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Я ознакомила вас с прогнозом на субботу. Первый областной всегда с вами, независимо от погоды. Всем провести время с пользой и удовольствием. До свидания. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники из карельского гранита с бесплатным художественным оформлением. Подробности у менеджеров-консультантов в наших филиалах или по телефону 44 45 46. Адреса филиалов на сайте ritual-service-57.rf. Предложение ограничено. Повышение собственного производства. Область вновь вошла в число рекордсменов. Сотни фермер. Полное закрытие. В нашем доме все против. Наш земляк – знаменитый писатель. Телеканал «Первый областной» представляет. Прямые трансляции. Всестороннее освещение топовых событий региона. Главные новости Орла и Орловской области. Точно, оперативно, информативно. Специальные проекты. Интересно о серьезном и о несерьезном. Тоже интересно. «Первый областной» – единственный в регионе телеканал с полноценным собственным программированием. Фильмы, сериалы, шоу-программы. Есть что посмотреть 24 часа в сутки. С 2019-го «Первый областной» в цифровом мультиплексе на полотне ОТР с 7 до 8 и с 18 до 19. Телевидение вне рамок телевизора. Все проекты телеканала на «Первом областном портале новостей» в Ютубе и социальных сетях. На аккаунты телеканала подписаны десятки тысяч человек. Но главное наше конкурентное преимущество – наши кадры. «Первый областной» – хорошая компания. А в хорошей компании и реклама хорошая. Заказывайте, размещайте. Всегда ваш «Первый областной».